Всем привет! В эфире Универньюз. С вами Адель Шамилова. Итак, главные темы к этой минуте. В эфире Университета состоялось заседание ректората. Данная встреча имела выездной характер и началась с обхода бывшего Казанского военного госпиталя, который с недавнего времени стал новым корпусом Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Следующей точкой обхода стала студенческая столовая в Институте психологии и образования КФУ. По окончанию обхода первым лицам университета было что обсудить. Повестка дня затронула приемы иностранных студентов, младежные гранты, создание новых лабораторий и так далее. Каковы итоги прошедшего ректората, вы узнаете в наших ближайших выпусках. Трудно спорить с тем, что современное математическое образование не первый год вызывает множество вопросов и споров. На этот раз вопросы о одаренности к математическим наукам подняли в IT-лицей КФУ. Смотрим. Обращение к проблеме выявления особенностей развития математических способностей одаренных детей в условиях использования информационно-коммуникационных технологий является одной из реальных возможностей понимания закономерности подходов в обучении в свете тех реформ, которым подвержено современное общее образование. Данная тенденция не обходит стороной ни одно образовательное учреждение. Ее обсуждают активно и с большим энтузиазмом, что и коснулось IT-лицея Казанского федерального. Конференция «Математическое образование от способности к одаренности» прошла в стенах лицея впервые. Проблема привлекла большое внимание наших коллег из Башкорстана, Удмуртии, Чувашии, ряда близлежащих областей нашей страны. Приехала большая делегация из Якутии, Сахая-Якутии, во главе с начальником отдела образования Ленского района. Также на конференции были затронуты вопросы взаимодействия педагогических работников с семьями, теории практики работы с одаренными детьми и рассмотрения опыта лучших практиков развития математической одаренности. И действительно трудно поверить в то, что математический склад ума – лишь дело усидчивости и регулярных занятий. Хоть в математических науках все строго, но далеко не просто. И, безусловно, за всеми знакомыми и незнакомыми нам формулами найдется место истинному дару, который, как известно, необходимо развивать. Аделья Шамилова, Владислав Михневский, Универньюз. В рамках ежегодного республиканского месячника «Экстремизму нет» в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялась профилактическая лекция по противодействию экстремизму и терроризму. Подробности в сюжете Дианы Шиловой. 18 сентября в Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета состоялась профилактическая лекция по противодействию экстремизму и терроризму. Университ активно участвует, месячник экстремизму нет. И сегодня мы пригласили специалистов, которые готовы рассказать ребятам о том, какая важная задача стоит у профилактики экстремизма. Сотни людей по всему миру страдают от террористической и экстремистской деятельности. Ущемляются права людей по национальному, материальному, религиозному и другим факторам. С целью профилактики и противодействия данной проблемы среди студентов проводятся разъяснительные лекции и беседы. Одним из главных факторов является особый контроль. В первую очередь за своими социальными сетями. Даже малейшая шуточная картинка на вашей страничке на тему экстремизма заставит задуматься о ваших взглядах на жизнь. И это может стать поводом обратить на вас внимание членов экстремистской организации. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. В Елабужском институте КФУ обсудили проблемы, которые характерны для современной школы в рамках проекта «Учитель-исследователь». Этот проект был запущен по инициативе Елабужского института КФУ и при поддержке главы Елабужского района Геннадия Емельянова. Подробности расскажет Анна Глазунова. В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялся семинар по проекту «Учитель-исследователь». В его работе приняли участие педагоги школ города, преподаватели кафедры педагогики и кафедры психологии Елабужского института КФУ. В процессе работы учителя и преподаватели вуза выявили проблемы, которые характерны для современной школы. Собравшиеся вместе также искали ответы на вопросы, как повысить уровень учебных достижений школьников. Можем ли мы этот класс всех учеников разделить по потенциалу возможных достижений в различных предметных областях? Участница проекта «Учитель-исследователь» Ольга Белова с большим интересом включилась в работу. Цель проекта – сотрудничество школы и вуза. Тема выбрана очень интересная. Определены цели и задачи нашего проекта. Необходимо будет продиагностировать достижения школьников, их стартовые возможности. В планах у организаторов утвердить инструментарий исследований, отобрать методики, технологии, которые затем будут внедрены в школу города. Анна Глазунова, Валентина Безбрязова, Айдар Салихов, Универ-Ньюс. Среди студентов Казанского федерального все чаще встречаются довольно популярные видеоблогеры. Кто на этот раз претендует на звание звезды Ютуба, смотрите в материале наших корреспондентов. Резкий рост численности видеоблогеров наблюдается с 2005 года и связан с появлением видеохостинга Ютуб. Это позволило любому человеку, имеющему камеру и доступ к интернету, снимать и выкладывать видео в сеть. И по сей день Ютуб является основной платформой видеоблогинга, удобной как и для самих видеоблогеров, так и для их зрителей. Студенты Казанского федерального университета также становятся известными благодаря Ютуб-пространству. Как удалось добиться популярности на просторах интернета, нам рассказала Диля Налуния. И вот в ходе вот этих нащупываний, когда я пыталась сделать и того по чуть-чуть, и этого по чуть-чуть, выяснилось, что снимать видео это наиболее оптимальный такой вариант. Да и к тому же было о чем говорить, был пройден такой этап переходного возраста, когда ты уже многое пережил и можешь поделиться каким-то маломальским опытом. Каждый твой поступок, каждый выбор, каждое слово должно быть искренним и от сердца. По словам Диля, именно это видео задало направление всего Ютуб-канала. С момента создания роликов прошел всего год, но за это время девушке удалось набрать аудиторию численностью в 325 тысяч зрителей. Однако не обошлось и без хейтеров, благодаря которым Диля стала только сильна духом. Именно не падать духом, а наоборот, знаете, цепляться за это. Людям это не понравилось, но они же это до сих пор смотрят, значит, мне нужно продолжать это делать. Аудитория осваивает новый формат развлечений и получение информации с огромным успехом. Можно с уверенностью утверждать, что довольно в скором времени видеоблоги станут активным игроком на рынке информации, достойно конкурируя с признанным лидером телевидением. Екатерина Чеплогова, Регина Лешкова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Казанский федеральный можно смело назвать центром притяжения младых ученых. Чем же привлекателен университет для гениев науки нашей страны, расскажет наш корреспондент. Несмотря на то, что Казанскому университету более 200 лет, альма-матер только молодеет. КФУ стал неоспоримым местом притяжения талантов не только из Тарстана, но и соседних регионов и стран. За последние три года количество младых ученых, специалистов и преподавателей КФУ выросло примерно на 35%. Потому что здесь есть все условия. Здесь условия хорошие, прекрасные, оснащенные лаборатории. Очень хорошо развита социальная сфера. Для молодых ученых выделяется много различных стипендий, грантов. Поддерживается их жильем. Для наибольшей наглядности в качестве примера стоит привести несколько интересных проектов. Например, ассистент кафедры геофизики и геоинформационных технологий Диляра Кузина занимается изучением космической пыли. Благодаря исследованию гостей из космоса можно будет выяснить, как наша Солнечная система перемещалась внутри галактики. Отчего только стоит исследование по изучению генов в развитии ангидробиоза, в экспериментах которого участвует комар-звонец. Данное насекомое интересно тем, что его личинка способна впадать в процесс почти полного высыхания организма. Смотрим, может ли этот ген участвовать в этом процессе. То есть, имеет ли он роль какую-то в этом процессе или нет. То есть, ну, имеет ли он какую-нибудь активность в этом процессе. Итоги исследования помогут найти способы безводного хранения восстанавливаемой еды, биоматериалов, биообъектов, семян растений и всего того, что космонавты могут использовать во время полета, в том числе в экспериментальных целях. И самое главное, без невероятного количества электроэнергетических затрат, что в условиях космического полета бесценно. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите нас каждый день и не забывайте про социальные сети. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok